Всем привет дорогие зрители! Ну что, наконец-то конец строительного сезона на этот год, начало ноября. То, что планировал на этот сезон, слава богу, сделал. А это второй этаж моего дома из полистиролобетона. И, соответственно, перекрытие между первым и вторым этажом деревянное. Без него бы я второй этаж не построил. Постараюсь вкратце вам все рассказать. Сколько пошло материала, сколько пошло денег. Сколько пошло времени на строительство второго этажа. Сколько пошло цемента, пенопласта и всего остального. Также провел электричество уже в дом. Блин, ну голуби вообще обнаглели. Все проемы для окон уже заливал по существующим размерам окон. То есть окна у меня уже куплены для второго этажа. Купил БУ, недорого. Хорошие энергосберегающие окна. Метр семьдесят на метр пятьдесят, метр семьдесят на метр пятьдесят. Здесь метр восемьдесят на восемьдесят. И здесь большое панорамное. Два шестнадцать на метр восемьдесят. Там будет цельное окно. От ступеньки лестницы будет начинаться. И до самого верха. Окно будет из двух частей. Серединка будет у меня такая там кусочек стекла идет. Я его затонирую, чтобы не было видно армопояс с этой стороны. Так, значит, по материалам. Строил я из полистиролобетона. По той же пропорции, как и первый этаж. Уже много раз видео до этого показывал. Посмотрите. Значит, с пятисотого цемента вот таких вот мешков по двадцать пять килограмм у меня пошло для второго этажа двести пять мешков. Значит, пенопласт. Вот все, что осталось. Здесь у меня осталось девять мешков. Было тридцать три. То есть двадцать четыре мешка пенопласта пошло на этот объем. Я потом посчитаю объем этих стен, минус проемы для окон, и скажу, сколько получился как бы общий объем залитых стен второго этажа. По пенопласту сложно, конечно, сказать, сколько именно пошло в объеме, потому что тут разные поставки. Прошлый поставщик говорил, что эти мешки кубовые. Последний поставщик сказал, что они куб и два вмещают. Ну, в общем, смысл в том, что я выпендриваться не мог уже и говорить, что здесь вряд ли один и два куба, потому что это и остался, в принципе, единственный нормальный поставщик дробленого пенопласта в Одессе. В Усатого я заказывал, потому что до этого на Сананте заказывал. Они сказали, что они дробленку не делают и, в принципе, еще два-три места обзвонил. Мне все сказали, что пенопласт, ну там, не знаю, можем куба два вам насобирать за недели две. Ну, спасибо большое, такие объемы меня не устраивают. А здесь сразу 30 кубов за день привезли. Поэтому, в общем, 24 мешка плюс-минус 24 куба пенопласта у меня пошло на второй этаж. Также морской песок по одному ведру на замес кидал. Вот сколько осталось. Здесь было изначально 14 тонн. Две машины мне привезли. Вот сколько осталось. То есть и на первый, и на второй этаж 14 тонн мне хватило. Здесь еще тонны полторы-две, наверное, песка есть. И с этого же песка, кстати, я еще делал армопояс. Весь полностью межэтажный на первом этаже и второй под крышу. Так, поднимемся наверх, покажу второй этаж. Значит, второй этаж у меня нету, как видите, ни единой опорной стены. Здесь, в принципе, свободную планировку можно делать. Здесь железобетонный ригель держит пол. Вот он, пол на деревянных балках. Сечение балок 200 на 70, пролет 3 метра от стены до ригеля. Поэтому сечение вполне надежное. Сейчас доски немножко играют, потому что они все неприкрученные у меня просто лежат. Только краешки прихватил, чтобы не сдвигалось. Вот, сечение нормальное, пол будет надежный. Потом, может быть, сделаю тест, сколько одна такая балка на моем пролете выдержит на излом, если будет время. Значит, высота стен потолка 2,55, плюс еще маурлад. Посмотрим, там 50-70 миллиметров ляжет. Вон шпильки уже везде заманлитил под крышу. Крыша будет двухскатная. Вот так вот будет идти. Вот так вот будет конек. Потому что четырехскатную сложнее сделать, много отходов. И для четырехскатной все-таки желательно, чтобы какая-то опорная стена была. А здесь у меня двухскатная крыша будет на фермах. То есть деревянные фермы, квинпост, будут стоять. И подпорки для них не нужны. Все рассчитано по калькулятору. Толщина стен 30 сантиметров. Толщина стен мастерской 20 сантиметров. Залит армопояс. Здесь делал углубление 15 на 15 в полистиролбетоне. Сейчас, наверное, вставлю кусочек видео. Вставляю досочки. Делаю распорки из колышков. И вот так вот легко и просто достаются досочки после заливки. На солнышке хорошо видно, как фибра распределяется в растворе. По-моему, ее вполне достаточно. Трехметровая арматура. По четыре штуки. Заливаю железобетонный армопояс. Все как положено. Значит, шпильки сразу устанавливаю на высоту мауэрлата с запасом. И все. Замонолитил шпильки. Шпильки будут держать мауэрлат для крыши. Получается перемычка над окнами по 36 сантиметров. И там, и там, и здесь. И в них, получается, сразу идет армопояс с четырьмя прутами десятой арматуры. Все надежно и крепко будет. В этом году, если еще все будет хорошо, дай бог, постараюсь успеть залить фронтоны. Фронтоны буду заливать, наверное, кубиком. А потом уже срежу по существующим фермам. Либо, наоборот, сначала обрежу, а потом сделаю по этому уклону фермы. Посмотрим. Такой вот щит придумал. Потому что туда вот упасть стрёмненько, на бетонную лестницу. Поэтому закрывал. Вот такие вот каскадерские приспособления приходится делать. Струбцинка закручена в доску, чтобы не сдвинулась лестница. Вот так вот заливаю. Фронтон у меня будет чуть-чуть уже. Стена 30. Фронтон будет 20. Зачем фронтон заливать много бетона, чтобы на него шло. И вот с лесенки залью, наверное, еще один ряд фронтона. А остальные уже буду собирать какие-то леса, чтобы там еще бегать. Конечно, высоты боюсь конкретно. Но что поделаешь, надо строить. Была идея сделать фронтоны из газобетона. Но что не хочется сейчас заказывать. Пока привезут. И так же самое его потом складывать, отпиливать. Короче, залью уже с полистирол бетона. Будет все хотя бы под одно красиво смотреться. Очень классно, что я залил бетонную лестницу. Очень удобно было бегать по ней, себе поднимать цемент, песок, щебень на второй этаж. Поэтому, если есть возможность, заливайте сразу. Эта лестница у меня стояла под открытым небом. И сейчас, в принципе, стоит под открытым небом. Ничего с ней плохого не происходит. Да, грязная, но потом подчистить и плиткой обложить. Ничего с ней страшного не случится. С бетоном, в принципе, что может случиться даже под открытым небом. Ничего. Покажу также, конечно, геометрию, как у меня получилось залить стены. Все-таки с полистирол бетона, конечно, идеально стены залить не получается. Но я старался. Искривление, конечно, все покажу. Ничего скрывать не буду. Вот, допустим, снизу, если смотреть. Ну, вот, видно, да? То есть, небольшие, там, до сантиметра, до двух иногда искривления на углах дома присутствуют. Не только на углах, где-то опалубка чуть-чуть выгнулась, где-то прогнулась. В общем, всякое бывает. Но, смотрите сами. То есть, вы видели, какую я делал опалубку. Если будете делать такую же, то рассчитывайте, что идеально залить не получится. Но, честно, я результатом доволен. То есть, нет такого, что прям смотришь, блин, кривой дом получился. Нет, такого нету. Но так, в целом, даже выходил на улицу, смотрел, ну, по углам мало можно придраться. То есть, ну, в принципе, меня устраивает такая заливка. По углам я, в любом случае, сделаю спинопласта с десятки. Какие-то декоративные откосы, которые вообще скроют начисто любые искривления стены. Так, в принципе, я заливкой доволен. Также по горизонту, вон выступает второй этаж дома, да. Это первый этаж мастерской. То есть, ну, схождение неплохое. Получается, я же говорю, я доволен, в принципе, заливкой. Покажу самое кривое место в моем доме. Вот здесь вот почему-то получилось, туда вот завалилась стена. Вот, видно, да, сантиметра два над армопоясом стена ушла внутрь. Ну, опять-таки, я говорю, сделаю окантовочку на окнах, так же самое, как на углах дома. И пенопластом это все скроется. То есть, можно довести до идеала, если захотеть, даже такую вот заливку. Я не скажу, что она кривая заливка, но это, конечно, не идеально по сравнению с газобетоном, если из газобетона собирать дом. Осталось собирать на крышу. Крыша будет дорогая, потому что две крыши. Одна крыша над домом, вторая над мастерской. Над мастерской еще подумаю, или двухскатную, или, может быть, просто односкатную, какую-то простенькую крышу сделаю, да и порядок. Уже после того, как сделаю крышу над домом, займусь полами. Буду делать стяжку. Сначала черновую, потом с теплым полом. Надо будет канализацию тоже заняться, провести, вывести, выкопать ямы. В общем, работы еще целая куча. Ну, а на этот год, то, что планировал, еще раз говорю, слава богу, я сделал. Стены второго этажа есть, перекрытия есть. Да, приходится оставлять их под открытым небом. Ну, может, дай бог, весной, не знаю, насобираю, не насобираю, на крышу постараюсь насобирать. То тогда крыша уже над домом будет. Уже дерево можно будет обработать. Оно портится не будет. Окна тоже можно будет вставить. Из десяти окон на этот дом у меня восемь уже есть. То есть мне нужно осталось еще всего два окна приобрести. Или БУ. БУ сложно найти. Одно вот в ванну. Такой нестандартный размер, поэтому сложно его сюда найти. И одно в мастерскую. У меня вот это вот окошечко осталось. Все остальные окна уже куплены. Состояние опалубки после второго этажа, конечно, уже оставляет желать лучшего. Уже уголки все подкрашивались. Все, где я шпильками затягивал, есть места, где прям уже шпилька вот-вот и провалилась бы внутрь. Но, тем не менее, эта опалубка выдержала все заливки. Еще она должна выдержать заливку фронтонов, дай бог. Ну и на этом вроде все, друзья. Все рассказал, что хотел. Если что-то кого-то интересует, спрашивайте, всем отвечу. Вроде вот так вот на этот год все. Спасибо большое за просмотр, за поддержку. В новых видео увидимся. Всем мирного неба, хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok